Добрый вечер, уважаемые телезрители! В студии прямого эфира программы «Сегодня» журналист Антон Хатиновский. Как вы знаете, коронавирусная инфекция внесла коррективы и большой переполох в наше общество. И первые, кто оказался на переднем краю борьбы с этой опасной инфекцией, оказались не только медицинские работники, сотрудники СЭС и других служб, но и сотрудники полиции, которые обеспечивали в такое тяжелое и непростое время общественный порядок. И сегодня мы пригласили в нашу студию Багдада Багберменовича Ашимова, начальника управления местной полицейской службы Департамента полиции Алматинской области. Добрый вечер, Багдад Багберменович. Скажите, пожалуйста, какие службы входят в состав МПС и те службы, которые оказались на переднем краю борьбы? В состав местной полицейской службы Департамента полиции у нас входят строевые подразделения патрульной полиции, природоохранная, ювенальная полиция, а также участковые инспекторы полиции. Конечно же, основными задачами у нас является профилактика, недопущение преступлений, правонарушений, обеспечение дорожной и общественной безопасности. Какова, благодаря усилиям стражей порядка, на сегодняшний день у нас оперативная обстановка на территории Алматинской области? Стала ли она лучше или хуже? По итогам 8 месяцев 2020 года, конечно же, мы ежемесячно проводим анализ преступностей. И по итогам 8 месяцев у нас наблюдается общее снижение преступлений на 36%. Также у нас наблюдается снижение преступлений, таких как грабежи, хулиганство, разбой, факты скатократства. В этом году все факты у нас снижены на 20 и более процентов. Кроме этого, преступления, совершаемые в общественных местах, тоже они имеют тенденцию к снижению. На улицах у нас снижение происходит. Преступления среди несовершеннолетних, даже если по цифрам можно сказать, со 185 у нас снизилось на 107. Это более чем на 70 преступлений. Я думаю, это все результаты профилактической работы местной полицейской службы и также департамента полиции Алматинской области. А вот на ваш взгляд, сыграла ли роль на нашей криминальгенной обстановке? Вот сама эта ситуация с коронавирусом, когда были выставлены блокпосты, было все закрыто, движение, вот это тоже помогло? Конечно, я думаю, это сыграло тоже большую роль, потому что все силы и средства департамента полиции были задействованы на блокпостах, на охрану общественного порядка, недопущению, там у нас были моменты, когда запрещалось выезжать на улицы, кроме нужд. Полностью личный состав, я думаю, в усиленном варианте отрабатывал, это тоже свою роль сыграло. Сегодня большое внимание уделяется службе участковых инспекторов полиции. Особенно об этом подчеркнул в последнем своем послании глава нашего государства Касымжан Артакаев, который отметил необходимость усиливать эту службу, развивать ее и дальше. Вот насколько сегодня обеспечены всем необходимым участковые инспекторы Алматинской области? В своем послании народу Казахстана президент нашей республики Касымжан Артакаев отметил, что на сегодняшний день необходима более целостная реформа местной полицейской службы. Полицейские, как бы сказано, должны быть в шаговой доступности от населения, более в диалоговом режиме должны проводить работу с населением, более грамотным быть. Я думаю, все слова, которые указаны в послании, они очень правильные. Я сам работал участковым инспектором. На сегодняшний день, как было указано в послании, участковые инспекторы должны иметь свой определенный авторитет, образование, пользоваться авторитетом, могли на своих административных участках работать с населением, в любое время реагировать. В связи с этим цифровизация и вопрос должен стоять среди участковых инспекторов полиции. У нас вот на прошлой неделе проводилось селекторное совещание с Министерством внутренних дел, где были рассмотрены вопросы использования планшетов, где полностью база, например, административного участка будет внесена в эти планшеты. В любое время по этим планшетам может участковый реагировать на любой вызов. Также хочется отметить, что обеспечение местной полицейской службы, участковых инспекторов полиции нашей области, оно сегодня достаточно хорошее. Благодаря Акиму Алматинской области ежегодно у нас происходит обновление транспортных средств. Даже в этом году у нас в августе месяце в конце мы получили именно для участковых инспекторов полиции 50 автотранспортных средств НИВА. Я думаю, это большая помощь нашим участковым инспекторам полиции. Кроме этого, у нас по области 189 участковых пунктов полиции построено, совмещенных с жильем, где наш участковый инспектор, можно сказать, круглосуточно будет находиться на участке. Совмещенное с жильем, с одной стороны он проживает, семья там, а с другой стороны находится участковый пункт полиции. Я думаю, в любой момент он может реагировать на любой вызов, на любое заявление, которое будет поступать с участка. Есть у нас же проблемы, когда участковый проживает где-то в другом месте, а участок находится совсем в другом месте. Поэтому, чтобы исключить это, Аким от области нам посодействовал. 189 таких участковых пунктов нам были построены. Будут в этом году строить? В этом году у нас на 2021 год еще осталось 38 участковых пунктов таких же. И таким образом 100% территории Алматинской области будет охвачено? Так, точно. Вот понимаешь, что со стороны государства такая вот забота к сотрудникам, именно участковым инспекторам полиции. Изменились ли как-то к ним требования со стороны самой структуры МВД? То есть, может быть, какие-то критерии отбора? Может быть, выбирают их как-то по-особому? Конечно же, после послания главы государства МВД разрабатывается структура. Будущая деятельность участковых инспекторов полиции, я думаю, она будет поднята на многие ранги выше. Будет, конечно же, подбор кадров по грамотности, по профессионализму, опять же скажу, по имеющемуся авторитету среди населения. Это крайне важный фактор, я считаю. Я сам работал, как сказал, участковым инспектором полиции, чтобы ты на своем участке владел ситуацией, мог своевременно среагировать на какие-либо вызовы, правонарушения, мог даже, сказать, принять какое-нибудь кардинальное решение в каких-то ситуациях. Я думаю, сегодняшние требования перед участковыми инспекторами будут очень большие. И, соответственно, участковые и поощрения будут большие, поэтому они должны соответствовать нынешним требованиям. Но в настоящий момент это все находится в разработке. Я думаю, в ближайшее время нам они будут спущены, и, соответственно, по ним мы будем дальше свою деятельность продолжать. Я приглашаю принять в нашей беседе участие и наших телезрителей. Напомню, телефон прямого эфира. Код города Талдыкурган 8-7282-40-0109. Звоните, мы готовы выслушать ваши вопросы и ответить на них. Напомню, что в студии прямого эфира программы «Сегодня» наш гость – Багдад Багбергенович Ашимов, начальник управления местной полицейской службы Департамента полиции Алматинской области. Багдад Багбергенович, поскольку мы затронули вопрос о карантине, скажите, пожалуйста, какие мероприятия проводились сотрудниками полиции в этот период? – Ну, основная нагрузка в период пандемии, я думаю, она лежала на плечах наших коллег полицейских. Потому что мы проводили большую работу на блокпостах, на улицах по профилактике, по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Многие наши сотрудники стояли на блокпостах, не считаясь со временем, с погодой. Конечно же, по окончанию, можно сказать, карантинного периода руководством Департамента, руководством Министерства особо отличившиеся сотрудники были поощрены грамотами, денежными премиями. И если бы полиция четко не сработала, я думаю, даже с уверенностью могу сказать, что пандемия еще больше бы распространилась. – Вот ясно, что на сегодняшний день уже люди несколько расслабились. То есть уже перестали носить маски и так далее. Был период, когда стражи порядка, в частности, сотрудники местной полицейской службы, именно и занимались тем, что на улицах, скажем так, штрафовали наших граждан, выписывали им штрафы. На сегодняшний день какова вот с этим ситуацией? Будут ли вообще штрафовать, продолжать нас сотрудники полиции, привлекать к ответственности за то, что мы ходим без средств индивидуальной защиты? – Еще раз я про коронавирус остановлюсь, про период пандемии. У нас проблема была в том, что мы граничим нашу область с таким мегаполисом, как Алматы. Поэтому в нашей области более сложно было нести службу. В основном посты у нас с Алматы. Все жители в основном работают в Алматы, жители области с периферии, можно сказать. И нам приходилось вот эту границу, все это перекрывать. По масочному режиму, конечно, это тоже одной из форм профилактики заболеваемости является. Мы тоже свою лепту вносим. На постоянной основе мы эту работу проводили со всеми гражданами. На сегодняшний день, конечно, мы в основном стараемся работу предупредительного характера проводить. Все материалы, которые у нас имеются, мы направляем службы, санитарные и эпидемиологические службы. Далее они уже принимают решения. – То есть, получается, полицейские сейчас собирают первичный материал, сами не применяя никаких штрафных санкций. То есть, собрали материал и передали на гражданина дальше СС, в общем-то, орган, который должен заниматься. И МПС уже принимает меры. – Скажите, вот сейчас на территории Алматинской области какие проходят оперативно-профилактические мероприятия, в котором принимает участие служба МПС? – Ну, на сегодняшний день у нас с 7 сентября по 1 декабря 2020 года проводится ОПМ-участок, где нами, сотрудниками области, проводятся подворные обходы домов на выявление незаконно проживающих, на граждан без документов. Поэтому, пользуясь вот этой передачей, я бы хотел попросить жителей нашей области, чтобы они отнеслись с пониманием. Мы полностью будем проверять, кто где проживает, по прописке или нет, поэтому попрошу относиться с пониманием. Кроме этого, у нас с 14 сентября будет проводиться ОПМ-браконьер. Тоже, вы знаете, на сегодняшний день нарушение природоохранного законодательства, экологические преступления, они тоже имеют большую роль. Поэтому с 14 по 19 число у нас будет проводиться данный ОПМ. Оперативно-профилактическое мероприятие. Ну, наверное, нельзя в нашей сегодняшней беседе обойти стороной такой немаловажный вопрос, как профилактика коррупционных правонарушений, поскольку это тоже один из главных критериев, предъявляемых государственным служащим, в том числе к сотрудникам полиции, чтобы этого явления как-то искоренить, чтобы не было такого понятия, как коррупция в целом. Вот какие по этому поводу проходят мероприятия превентивного характера среди сотрудников местной полицейской службы, и что для этого используется? Может быть, какие-то технические средства новые? То есть то, что действительно страж порядка будет знать, что за ним наблюдают, и что он должен вести себя подобающим образом, не нарушая законов страны. Конечно же, личный состав местной полицейской службы в структуре департамента у нас составляет порядка 70%. Поэтому вы правильно говорите, риск, коррупционный риск, конечно, он имеется, но на постоянной основе нами проводится работа по профилактике. Мы ежедневно доводим до личного состава обзоры, которые поступают у нас, можно сказать, не только по республике, мировые обзоры доводим. Доводим до личного состава все приказы, все законы, которые у нас имеются. Кроме этого, конечно, все население может сказать, что основной риск оставляют строевые подразделения, патрульной полиции, но у нас на сегодняшний день всем патрульным полицейским, которые заступают на службу, выдаются видеорегистраторы. Видеожетон? Да, видеожетон, можно просто сказать. Которые в течение несения службы ведут запись их службы. Тоже для населения, можно сказать, в любое время они могут реагировать, потому что на видеорегистратор записываются все моменты несения службы. Это является большой профилактикой, я думаю, предупреждения коррупционных правонарушений. Долгое время работая в полиции, после внедрения таких новшеств, как видеорегистраторы, видеожетоны у стражи порядка и в самом патрульном автомобиле, они как-то повлияли на эту обстановку? Вы замечаете, может быть, уже сотрудники себя как-то по-другому ведут? Конечно, я так скажу, нами на постоянной основе проводятся выборочные видеозаписи. Мы проводим, где-то если у нас имеются нарушения служебно-воинской дисциплины, мы все это с обзором прямо на видео, на экране показываем действия наших сотрудников, доводим до личного состава. И для других наших коллег, я думаю, это является большим вопросом. После этого они, конечно же, понимают всю серьезность и предь не будут допускать правонарушений. Ваши советы нашим жителям Алматинской области, как Вы им посоветуете вести себя в обращении с стражами порядка? Когда останавливаются сотрудники полиции, ведь мы часто видим такие явления, что люди, откровенно говоря, ведут себя агрессивно по отношению к человеку в форме. Конечно, я хочу сказать, если наши сотрудники ведут себя неправильно по отношению к гражданам, не надо, я думаю, идти на какие-то конфликты. Есть руководство, есть телефоны доверия. Я думаю, надо обращаться по этим телефонам. На сегодняшний день имеется сайт нашего департамента, где тоже можно обращение сделать по тому или иному сотруднику. Все наши сотрудники носят нагрудные знаки, имеют бортовые номера на автомашинах, служебные номера. Поэтому любого сотрудника можно по этому номеру распознать. Далее мы по видеорегистратору уже конкретно будем видеть ситуацию. С нашими сотрудниками мы тоже постоянно проводим профилактическую работу о вежливом тактичном обращении с гражданами. Это должно стоять на первом уровне. Конечно же, если какие-то конфликтные ситуации бывают, то сразу надо обращаться. Незамедлительно? Незамедлительно. Будут приняты меры. Тогда теперь следующий вопрос. Контакты местной полицейской службы, куда могут обратиться с пожеланиями или с конфликтными вопросами или проблемными вопросами наших граждан? Набрав номер и позвонить сразу, сообщить вам или какому-то из ваших сотрудников. Если лично мне на рабочий телефон звонить, это 607-501. 60-75-01. Это город Талдыкурган. По Талдыкурганскому коду надо звонить. Это напрямую мне. А так, конечно же, по-любому этому можно на 102 набрать и обратиться. Я же говорю, в Фейсбуке есть, в Инстаграме есть наши. Туда можно тоже обратиться сразу. Ну, знаете, и в завершение мне хотелось бы задать следующий вопрос. Несколько, скажем, отрешенный от нынешней обстановки. Какой вы видите полицию будущего? Вот на ваш взгляд, пройдя свой жизненный путь от участкового, когда вы наверняка еще ходили с какой-то там папочкой, с кучей ручей в кармане, да? И сейчас. Какой вы видите полицию будущего? Скажем, через 2-3-4 года. Ну, конечно же, проработав всю свою сознательную жизнь, можно сказать, в полиции, я верю и думаю, что в будущем полиция, конечно же, она будет на ранг выше. Авторитет полицейского, в первую очередь, перед населением. Сегодня, конечно, очень много негативных моментов, когда про полицию говорят. Я думаю, в будущем, с приходом, с этими реформами, когда наш полицейский будет полностью цифровизован, иметь будет все методы работы, все возможности работы, и будет конкретно в этом с населением работать в тесном контакте, я думаю, более будет авторитет. Я мечтаю, чтобы авторитет полицейского всегда был на высшем уровне, перед населением. Вот это мое будущее введение, я хочу, чтобы так было в будущем. Для этого мы, полицейские, должны уже сегодняшнее, начинать с самих себя, перед населением себя ставить так, чтобы завтра население уже, как уже говорилось, без боязни, наоборот, бежало к нам за помощью. Видело в нас, можно сказать, опору и плечо. Ну, наверное, и само население должно поменять свое отношение к стражам порядке. Это у нас с детства, ведь вы знаете, что когда детишек даже ругают, говорят, плохо себя будешь вести, тебя полицейский заберет. Вместо того, чтобы говорить своим детям, обращайтесь, пожалуйста, в случае каких-либо проблем, к человеку в форме, который обязательно откликнется и поможет. Ну, что ж, на такой ноте хотелось бы завершить наш сегодняшний прямой эфир. Пожелаю стражам порядка, в первую очередь, успехов в их нелегкой службе. Ну, а нашим гражданам хотелось бы сказать одно, надо быть законопослушными. И тогда уж наверняка, ну, никогда вы себя не омрачите таким явлением, как административный штраф. Соблюдайте законы страны и будьте здоровы. До свидания. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok